Всем привет, с вами я, МТ Брокен, и это моё новое видео. И да, 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 это снова видео про динамический USB микрофон Fifine K658. Вы скажете, зачем, когда у меня уже и так немало видео по нему? А я скажу, так надо. Потому что я нашёл новый, адекватный способ обработки этого микрофона, который как бы не делает из него что-то супер такого, а это тот способ обработки, который вытягивает из него все соки, которые он может сам по себе дать. Вы ещё расскажете, зачем, когда у меня уже есть видео по настройке обработки этого микрофона? А я скажу, так надо. Короче, почему я всё это начал, всё это затеял? Прошлый способ обработки слишком сильно убивал весь прикол динамического микрофона. А, собственно говоря, о чём я говорю? Собственно говоря, говорю, ладно, тавтология, но забудем. При изучении, при покупке, при использовании динамических микрофонов нужно знать, что у динамических микрофонов такие капсулы, они так обустроены, так сделаны, так они были придуманы, что у них более меньшая чувствительность, чем у конденсаторных микрофонов. И микрофон динамический должен ловить намного меньше шумов, и, в принципе, он и голосом не будет так хорошо ловить, да? Вот. И при использовании той обработки весь прикол динамического микрофона убивался. Чувствительность была просто бешеная. Там у меня мама на кухне вот тут вот за стенкой, за толстенной стенкой, считай, как две стенки от меня, варит борщ там, гремит, там мешает половникам, там наливает тарелки, всё это было, короче, слышно, это был кошмар. И голос не был таким изолированным. То, что я люблю изоляцию голоса, чтобы ты был, чтобы не было слышно эхо, и как будто говорящий прямо вот у тебя в ушах сидит, и тебе рассказывают какую-то историю, да? И с той обработкой этого было невозможно сделать, потому что там был компрессор неграмотно настроен, эквалайзер он хоть и немножко уравнивал АЧХ, но всё же, нет, не нравится мне этот звук, я его сейчас послушал, ужасно, правда. Поэтому сейчас я переключусь на OBS-ку, и каждый плагин, который я буду использовать, я вам разжую просто, вот да. Так, получается, вот это наша OBS-ка. Начну я с того, что у меня по гейну на самом микрофоне и по гейну в системе. На микрофоне у меня сейчас выключена сотка, почему? Мне очень важен мониторинг. Когда у меня в прошлой обработке было выкручено на 50, чувствительность на самом микрофоне, то я себя не слышал. Вот, поэтому в Fifine догадались, конечно, потом сделать отдельную крутёлочку, чтобы регулировать громкость мониторинга, но это только в Fifine K688, которого у меня нет. Сейчас заходим в звуки, показываю вам, что у меня там по громкости в системе. В системе у меня стоит 70, то есть на микрофоне 100, в системе 70. Говорю я вот прям практически вот прямо в него, но я использую, я купил себе большую витрозащиту от Shure SM7B. Я вот вам сейчас на монтаже чпойнк прилеплю. Так, получается, переходим с вами в эквалайзер АПА. Что это за программа, как её использовать, как её устанавливать? У меня есть старое, кринжовенькое видео. Вот, я вам оставлю ссылку в комментарии, если вы сами не разберётесь. Получается, начнём. Selected Devices — это необязательная вещь, я могу её сейчас отключить, и обработка у меня никуда не денется. Но я её включу, я просто здесь выбрал свой микрофон, вот, чтобы плагины, которые находятся здесь, они применялись к нему. Но и без этого они тоже будут применяться. Получается, начинаем с чего? Начинаем мы с вами с гейта. Гейт что делает? Это такой плагин, который берёт и обрезает частоты у микрофона. Ой, частоты. Обрезает лишние шумы. То есть, смотрите, мы с вами говорим на определённой громкости. Вот, допустим, да, у меня сейчас мой голос лежит вот где минус 10 дБ. И шум, если мы сейчас заткнёмся, замолчим, заткнёмся, он будет находиться где-то вот тут, вот в пределах 40, это даже 45-40. И чтобы на всякий случай, я отрезаю его 37,5, и когда мы молчим, вот в ноль вообще улетает, не слышно никаких шумов. Потому что гейт, он отрезает, отключает, как будто вот, знаете, отключает микрофон, если он, если поступающий в него сигнал, вот, не превышает 37,5 дБ. Поняли? Идём дальше. Эквалайзер. Получается, я вам сейчас прилеплю, мы знаем, что у нас есть две ревизии микрофонов, если вы не знали, то можете посмотреть моё первое видео, самое первое видео про этот микрофон, где я расскажу, что у этого микрофона есть две ревизии, что это грузится сейчас, вот это вот. Ладно. И эта обработка под вторую ревизию подходит. Получается, что мы с вами делаем первым? Мы с вами хайпас делаем, да? И мы отрезаем с вами вот лишние ненужные частоты, вот. Там, не знаю, если бы сейчас был бы, вот, допустим, там где-то стойку мы убираем, да? Мы знаем, что у нас здесь паук не очень удачный, и что здесь капсуль посажен не очень удачно, и вот мы как-то немножко убираем лишнее всё. Потом второе. Мы с вами ставим вот такие вот настроечки, и здесь мы убираем бубнёж. Если он вам нужен, то не делаем, но я вот так сделаю нормально. Я вот говорю близко к микрофону, звук, конечно, не бродкастный, не подкастный, но он мне не нужен. Я за ним не гоняюсь, поэтому я убираю бубнёж. Можем его так вот немножко поднять, и будет звук более тёплый. Мы не убираем бубнёж, а наоборот, делаем басы более тёплыми такими, да? Третье. Потом мы с вами берём и звук приближаем, убираем телефонный момент, и приближаем звук динамического микрофона к конденсаторному, вот. И чуть-чуть берём, с вами здесь вот поднимаем верха, и всё, и у нас получается такой вот хороший звук. Дальше потом у нас идёт компрессор. Кстати, что нужно подметить, все плагины, практически все, основные плагины, это плагины от Reoplax, от Кокоса, вот, все они бесплатные. Получается, компрессор, что у меня здесь стоит? У меня атака на 4, релиз 140, рейша 3 к 1. И трэш-холд минус 20. Вот. И поджимаем мы в итоге всё. То есть, в чём прикол сейчас, надо рассказать, что это такое вообще, что это такое за компрессор. Но, я вам сейчас это расскажу на примере LoadMax. LoadMax я использую как лимитер, потому что лимитер нужен, а от Reoplax, от Кокоса, лимитера нету. Нет, он где-то там в просторах интернета завалялся. Я его даже нашёл, но он не рабочий. А на официальном сайте этого плагина нету. Поэтому в роли лимитера и как и в роли второго компрессора я использую LoadMax. Получается, что делает компрессор? Он громкие звуки делает более тихими, а тихие звуки более громкими. И примерно сигнал по громкости уравнивает. И я ещё включил вот эту вот кнопочку ИСП. И если мы вот заметим, что он берёт и звук как бы лимитирует. Короче, вот смотрите, если я сейчас буду прям жёстко, очень громко орать, всё равно в любом случае выше минус 10 дБ мы с вами не поднимемся. А если я буду говорить тихо, всё равно компрессор будет стараться вытягивать наш сигнал вот до минус 10 дБ, что у него, между прочим, очень хорошо получается. Вот сразу говорю, что обработка не моя. И АЧХшечки, которые вот тут я показывал, они были пробиты не мной. Я вам оставлю человека, который очень помог мне с этим прекрасным динамическим микрофоном Fifine K658. Вот такие пироги. Всем спасибо за... Вот, короче, такие пироги. Всем спасибо за просмотр. Такой обработкой я уже долго пользуюсь. Она уже проверена временем. Изоляция голоса присутствует, да, мы уже в этом, надеюсь, вы в этом удостоверились, пока меня слушали, хотя я громко очень говорил и на самом деле немножко отстранённо от микрофона, поэтому, может, оно было слышно. Вот, например, если я буду говорить вот так вот, то никакого эха не будет. Ладно, короче, всё, я всё показал, всё рассказал, всё разжевал. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока-пока, пока-пока-пока-пока. Пока.